Дорогие друзья и гости нашего канала! Мы продолжаем наш цикл видеороликов о самых высоких точках в окрестностях городов Кавказских Минеральных Вод и расскажем вам о горе Пикет в городе Ясентуки. Гора Пикет – это самая высокая точка близ города и находится на окраине станицы Ясентукской. Это, пожалуй, лучшее место для осмотра города и его окрестностей и, что самое приятное, легко доступное. Добраться к ее подножью очень просто. От ЖД вокзала на маршрутном автобусе 114 или 114А доезжаем до станицы Ясентукской. Выходим на остановке Конно-спортивная школа. Здесь, за супермаркетом Пятерочка, начинается улица Храмовая, которая непрерывно тянется вверх. Два километра подъема ивы у ворот храма Святой Великомученицы Екатерины. Храм был основан 7 декабря 2007 года, а был построен, освящен и открылся для прихожан 10 декабря 2013. Величественное здание храма расположено на самой вершине горы Пикет. Неподалеку от храма, в 300 метрах, вдоль гребня горы, расположена часовня святых апостолов Петра и Павла. И здесь же воздвигнут самый высокий поклонный крест на юге России. Его высота составляет 27 метров. Он виден из многих мест вокруг. Подготовку к установке такого огромного сооружения начали осенью 2011. Осветили место, совершили закладку фундамента для такой высокой конструкции и начали работы, которые были полностью завершены, уже в июле 2012. 27 сентября состоялась церемония освящения, которая началась с крестного хода, от храма Успения Божьей Матери до часовни святых апостолов Петра и Павла, к самому основанию поклонного креста. Здесь был совершен торжественный чин освящения. И теперь в память об этом событии, каждый год, 27 сентября, а в день воздвижения честного и животворящего креста Господня, жители станицы, города и все желающие во главе с настоятелями и священниками местных храмов, совершают сюда крестный ход и проводят торжественный молебен. Теперь немного о самой горе. Такое название она получила в 19 веке, когда началось активное развитие курорта в КМВ. На его вершине располагался наблюдательный пост, а по местному – казачий пикет. Весьма вероятно, именно отсюда ведет свое название окружающей местности Михаил Юрьевич Лермонтов в повести «Княжна Мэри». Вид вокруг здесь просто чудесный. На востоке поднимается машук, и как мохнатая персидская шапка закрывает всю эту часть небосклона. А чуть левее, на северо-востоке синеет, как последняя туча рассеянной бури пятиглавой бештау. На северо-западе, поблизости, пестрее чистенький, уютный Ессентуки, где шумят целебные источники, а в зеленой лесопарковой зоне видны здания санаториев. На юго-западе возвышается красавец Эльбрус, а вдали, на юго-востоке, на краю горизонта, серебряной цепью снеговых вершин громоздятся горы Большого Кавказа. Прямо у подножья горы расположена станица Ессентукская. Это место со своей славной историей, основанное казаками терского казачьего войска в далеком XIX веке. Позднее к ним присоединились переселенцы из православной Греции. Станица отличается от города своими красивыми частными подворьями и современными коттеджными поселками. Но самое главное то, что здесь не только сохранились, но и развиваются сельхозпредприятия и крестьянские фермерские хозяйства. С вершины горы видно, как станицу опоясывает пестрый ковер из разноцветных возделанных полей, где колосятся различные злаки, зреют овощи и цветут фруктовые сады. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем наш видеорассказ о горе Пикет в окрестностях города-курорта Ессентуки. Обязательно посетите это красивейшее место. Уверены, вы получите удовольствие от увиденного. А мы будем готовить к выпуску следующий ролик, посвященный горе Машук, в подножье которой расположился прекрасный Пятигорск. До скорой встречи на нашем канале. Всем удачи, здоровья и хорошего настроения.